Я сейчас захожусь в магазине Автобакс в Японии. Сегодня 5 октября 2019 года, просто хотел вам показать, что здесь в Автобаксе продаются оригинальные тойотовские масла. Вот они за мной находятся. Тут правда их немного представлено, но тем не менее они есть. Поэтому этот миф о том, что оригинальные тойотовские масла не продаются в Японии, так и остался мифом. Все в Японии продаются оригинальные масла. Тут есть Toyota в том числе, именно в оригинальной банке Toyota. Помимо того, что здесь продаются все бренды известные, также продаются и оригинальные масла для Toyota. Здесь они не столь популярны и стоят достаточно дешево, но они, тем не менее, здесь есть. Пока мы ходили по Автобаксу, тут привезли ребята, выгружая сейчас товар как раз. Вот они привезли Honda, Moly Green привезли, Vakov привезли и привезли еще ACT Plus. Вот они сейчас выгружают товар как раз. Поэтому Honda приехала. Люди такие многие просто наивные, почему-то уверены были, что тут не продается оригинальная продукция, но вот пожалуйста. Давайте пробежимся по ценам на автомасла, которые здесь продаются в Автобаксе. Bridge Petroleum DL1 это дизельное масло 5w30, 4 литровая канистра стоит 4000 йен. Масло AQ, которое производится по заказу Автобакс под брендом AQ, стоит 3 899, что тоже составляет невысокую цену относительно других масел, но это не очень популярный масло. Дизельное масло Toyota 030, 530, 4200 и 3600 йен соответственно стоит, что тоже в рамках ценовой политики автобакса очень 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 недорого. Про банки я уже рассказывал, все то что я говорил соответствует действительности. Те же самые блестящие конты, хромированные ровные швы без зазубрин. QuickStates представлены здесь в достаточно широком ассортименте. Мобиловские масла Vakos. Про Vakos я расскажу чуть подробнее, попозже немножко. Vakos относится к брендам дорогим. Матюль по стоимости 5w30 лайт, стоит 4 899, это обычная синтетика стандартная, не эстерва. Eco стоит 5 399 и 540, там немножко не видно цены сейчас, а вот 4000 примерно с копейками. Масло Speedmaster Performance. Достаточно дорогое относительно других и ккс масла это одни из самых дорогих. Вот в частности 1040, ккс стоит 10000 йен. Мобиловские масла здесь на среднем ценовом уровне 8900 стоит, но это ей спишка. Она и у нас дорогая относительно. Это ей спишный продукт Vantage. Это масло тоже сделано по заказу автобакса. Это самый дешевый продукт. Видите, на нижней полке его перенесли специально, чтобы там не очень популярный бренд Кастрол. Вакосовские масла, но хкс немножко дороже, вакос подешевле, маленько пензуэл. Есть тоже пензуэл. Это что-то среднее по цене между хкс и кастролом, и бридж петролевым. В частности 540 стоит 6500, 4 литровая канистра, что чуть дороже, чем кастрол. Кастроловский продукт 5w40, 5 499 стоит. Это магнотек обычный, стандартный. Elf 6200 стоит 1040. Elf тут достаточно дорогой продукт. Где-то вот он на уровне получается куэкстейта. Минтаж опять пошел. Автобаксовский продукт такой же. Кастрол H 5w30, 6600 в иенах стоит. Дешевле, чем мобил ESP кстати. 5w30, фуэл и конами, мобиловский продукт 5900. Это средний продукт между 2000 и 3000 нашими продуктами. Винтаж опять. Куэкстейт 020, 4900. Это 3 литровая канистра кстати. 0w20. Мобилы я вижу. Red Seed масло, которое у нас неизвестно. Но здесь это средний ценовой уровень. Там 4600 примерно. Матюлевский. Опять масла пошли H. Масло свэл. Тоже у нас он неизвестно никому совершенно. Ассортимент видите достаточно такой небольшой. На самом деле у Elf Hattie и еще по территории Японии, других перфектурах есть конечно другие бренды. Естественно там и ZIK есть встречается на самом деле. И много брендов есть, которые у нас тоже распространены. Но такого широкого ассортимента как у нас конечно нет. Кастроловские масла здесь супер популярны. Я чуть попозже видео будет по этому поводу. Еще со станции вы увидите сами, что Кастрол здесь особенно трансмиссионный продукт и очень популярен. Ваксовские масла считаются такими одними из премиальных. Чаще всего их берут для спортивных автомобилей. Зеро масла тоже достаточно дорогое. Я потом позже маленько тоже о нем расскажу. Кстати вот Матюль в четырехлитровых канистрах есть в пятилитровых четырешках в пластике. Что вообще не свойственно для Японии. Небольшая полочка с двухтактными маслами для мотоциклетной техники. И тоже в том числе вот ямаховское масло. Как выглядит. Ну банки как. Собственно говоря, ниссановские такие. Собственно говоря. Юмаха дутактное масло. Из дутактного еще здесь представлены Сузуки масло. Сузуки. Сделано в Японии тоже. Представлены из двухтактного масла. Здесь Кастрол. Эктив масло. Кастрол. Тормозные жидкости. Ниссановские в частности. Вот Ниссановский Break Fluid. Оригинальный. Что еще раз подтверждает то, что в Японии продаются оригинальные масла под оригинальными брендами. Под брендами, вернее, производителей автомобилей. Чего-то многие думают, что это не так. Это так. Кастрол. Это у нас новый драйф. Это маленькая. Активюр. Это пускай. Докocation. Продолжение следует...